В деревне Буртаса Вурнарского района строят новый дом культуры на 150 мест. Жители ждали появления сельского клуба больше 20 лет, а все массовые праздники приходилось проводить в школе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура». В деревне Буртаса живут более тысячи человек. В основном это молодые семьи с детьми. Несмотря на то, что деревня считается одной из самых больших в Вурнарском районе, здесь до сих пор нет своего дома культуры. Пока все праздники проводятся в местной школе, из-за отсутствия помещения в образовательное учреждение вынуждено переехала и библиотека. Местная администрация неоднократно принимала участие в различных программах, чтобы осуществить строительство клуба. Проект, подготовленный в 2018 году, открыл дорогу к реализации многолетней мечты, рассказывает глава Буртасинского сельского поселения Николай Петров. В ближайших деревень еще четырех населенных пунктов будут пользоваться этим домом культуры, зданиями и помещениями. И поэтому у нас вот эта проблема, внешняя проблема, я думаю, решится очень хорошо и быстро. По национальному проекту «Культура» на возведение ДК было выделено 28 миллионов 800 тысяч рублей. В основном это средства федерального бюджета. Две недели назад рабочие уже приступили к строительству. Погода хорошая, позволяет. На данном этапе уложен на палубку бетон фундамента. В последующем будет обратная засыпка и кладочные работы, и все последующие строительные монтажные работы. Прозвращением строительства очень интересуются местные жители. Все с нетерпением ждут, когда откроют новый клуб. Не только народ должен работать, но и должен отдыхать. У нас в деревне очень много, молодые семьи. И мы ее ждем. Ждем клуб, Новый год хотим здесь встретить. Надеюсь, до Нового года достроится. У нас жители деревни очень дружелюбные, поэтому если построится, я думаю, Новый год тут вся деревня соберется. Не только молодежь, но и взрослые, и дети. По плану Мясная ДК должен быть готов к декабру этого года, но подрядчик обещает завершить работы уже в октябре. В новом клубе разместятся творческие кружки и коллективы, туда же переедет и библиотека. А освобожденные школьные помещения будут использовать под устройство детского сада, которого в деревне нет. Анна Давыдова, Алиса Александрова, Никита Углев, Вести, Чувашия.